Славянская радио Всем здравия! С вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года четверг. По одному из старинных. Второй день божественного начала 7525 лета четверик. Методы фальсификации предметов культуры и искусства. Шестая часть. Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Автор соведущий Фиденко Леонид Григорьевич. Здравия, Леонид Григорьевич! Здравия, Алексей! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Продолжаем. У нас уже 5 эфиров. И популярность эфиров, я смотрю, растет. Много просмотров. Нахожу записи на других дружественных сайтах и даже недружественных. Это говорит о том, что тема поднята была правильная, острая и народ прислушивается. Но раз люди прислушиваются, это означает, что надо продолжить в том же духе, не сбавляя, так сказать, темпа. И чтобы не затягивать долгий ящик, вот сразу предлагаю и продолжить. Благодарю, Алексей. Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Поздравляю вас с новолетием. Сегодня, 22 сентября, наступило 7525-е лето от сотворения мира в Звездном храме. И поскольку мы ведем передачу о фальсификации истории, то давайте под этим углом посмотрим и на сегодняшний наш праздник, новолетие. Во-первых, слово «лето», летопись, летоисчисление, по знакомстве всегда говорят, сколько вам лет или тебе лет. То есть слово «лето» ключевое в новолетии. И давайте посмотрим и попытаемся разобраться, что же фальсифицировали наши враги, подменив нам празднование новолетия, хотя мы его и празднуем, Новым Годом. Значит, как я вам сказал, слово «лето» здесь ключевое. И надо задуматься, почему же наши предки именно считали лето? Не зиму, не осень, не весну, а лето. Ну, с моей точки зрения, здесь такое основание, с моей точки зрения. То есть последние 7,5 тысяч лет или 7,5 годов, как говорят сейчас, 7,5 тысяч лет, для наших предков пора года, лето, была очень важна. Ведь сегодня, 22 сентября, это день осеннего равноденствия. Еще есть день весеннего равноденствия, который в этом году он был 20 марта, по-моему. Так вот, наши предки говорили, что летний круг заново нарождается в день осеннего равноденствия. То есть день равноденствия, вот сейчас осенний, это значит день 12 часов и ночь 12 часов. А с последующими днями к зиме он день будет убывать, убывать, а потом он возродится как раз к дню весеннего равноденствия. И дальше будет расти. Так вот, это световая, этот период световой, когда солнце, значит, постоянно в небе, да, большая часть дня присутствует. За последние 7,5 тысяч лет было важно, потому что связано с проведением различных работ. Вот, наши предки трудились и очень сильно трудились в этот период. Тут не надо, так сказать, много рассказывать, что и сельскохозяйственные работы, и различного рода постройки. Когда большой световой день, то за это время человек успевает очень многое. Есть еще одна версия, что когда наши, и тоже правильная версия, когда наши предки колонизировали планету 600 тысяч лет тому назад, то жили они на северном материке, который назывался Даария. Чуть позже мы еще об этом поговорим. Так вот, когда, значит, жили на Даарии наши предки, то, если мы прочитаем веды наши, которые запрещают, ну, запрещают распространять, читать никто не запрещает, поэтому не бойтесь, читайте, никто вас по статье 282 за чтение не привлечет. Вот, там написано, где наше тресветлое Ярило Солнце, Недария, имеется в виду Недария, где наше тресветлое Ярило Солнце не желало уходить на покой, лишь бы лицезреть благостные деяния всех светлых небесных богов и творения их прекрасных потомков на благодатной Медгард-Земле. То есть, вот, в словах, что тресветлое Ярило Солнце не желало уходить на покой, четко указывается на местоположении Даарии, что этот континент располагался на Северном полюсе Медгард-Земли. И в этих же строках описывается полярный день, потому что, если учесть, что, значит, 600 тысяч лет назад не было еще наклона оси Медгард-Земли, плоскости своей орбиты. И полярный день был круглый год. То есть, световой год был большой. И интенсивность освещения зависела только лишь от положения нашей планеты, Медгард-Земли, на ее эллиптической орбите. То есть, и здесь, и, как мы видим из анализа век, да, вот этого кусочка, мы видим, что не противоречит ничего то, что слово «лето» наши предки использовали как «летоисчисление». Так вот, в 1700 году, это, наверное, многие из вас знают, Петр Первый вводит христианский и юлианский календарь на территории Москвы. Вопрос. Если не было календаря, тогда это дело положительное. Он вводит календарь. Но у нас существует календарь. И все говорят и пишут, что идет не 1700 год, а 7208-ое лето – «Сотворение мира в Звездном храме». И, пожалуйста, если вы откроете рисунок 1 и 2, то сначала 1. Только сначала я предупрежу, что специально для тех, кто находится в чате, кто еще не знает, у нас есть чат Народного славянского радио, где вы можете задавать вопросы, переписываться с друзьями. Вот как раз здесь в чате загружена ссылка на как раз те фотографии, которые Леонид Григорьевич будет просить вас открывать для того, чтобы вы лучше понимали, о чем идет речь. Так что не стесняйтесь, заходите в чат Народного славянского радио и смотрите там фотки Яндекс, дальше там юзер радио «Славмир», альбом такой-то. И вот в этом альбоме представлены все фотографии, которые мы сегодня будем рассматривать и о котором будем тему раскрывать. Благодарю, Алексей. Так вот, на первом рисунке – это фрагмент надписи над гробием. Я эту фотографию сделал, и второй рисунок – это сама фотография. Над гробием – это Москва, Новодельчий монастырь, Новодельчий монастырь, Смоленский собор есть, и гробница царевны Софьи Алексеевны, это которая из Романовых, которая царствовала в 1657 году по 1704 год. Это дочь Алексея Михайловича, сестра Петра Первого. И вот первый фрагмент, который на первом рисунке вы видите, начало текста над гробницей царевны Софьи Алексеевны гласит «Лето от сотворения мира 7212-го, а от Рождества Христова 1704-го года, июля в третий день на первом часу дни на память святого мученика Исаакинфа». То есть вот она ушла в другой мир в это время. И там надпись написана, видите, первым написано «Лето от сотворения мира 7212-го». И тут же пишут год, 1704-й. То есть в 1700-м году Петр Первый будет христианский и июлянский календарь на территории Московии. Но до тех пор, пока люди не привыкли к новому календарю, вот так и писали две даты. То есть, например, 7210-е лето от сотворения мира, а затем дату 1702-й год по новому христианскому календарю. Вот в самом слове «летоисчисление» заложены древнерусские традиции отсчета «лето», сотворения мира в Звездном храме. Опять же, давайте разберемся, что такое сотворение мира. Опять же, смотрим в Веды. В Ведах написано, что Ариман и Асур. Асур – это бог, живущий на земле. Ур – обжитая благодатная земля. Асур – это название светлого князя земли святой расы. А Ариман – это так назывался правитель древней Аримии. Древний Китай назывался древней Аримии. И правитель его назывался Ариман. Да, вот здесь надо подчеркнуть, что «ман» – это мужчина, до сих пор сохранил по многим языкам. Получается, что аримский мужчина, то есть тот, который представляет Аримов. Да, это все равно, что правитель царства назывался царь, а княжество – князь. А вот у них, значит, в древней Аримии правитель назывался Ариман. Так вот, был подписан, мирный договор заключили между двумя воюющими державами после победы, в которой победили наши предки. И победа так тяжело далась, и война была столь кровопролитная, что, видите, наши предки решили эту дату так увековечить в памяти народа, что появилось новое летосчисление о сотворении мира, то есть о заключении мирного договора в Звездном Храме. Вот Звездный Храм – это название года по круголету числа Бога. И вот в это время, как раз 22 сентября, мы и отмечаем, значит, лето. Вот сейчас наступило 7525-е лето от совершения данного события, от подписания мирного договора. Так вот, что же произошло? В чем же здесь фальсификация? А фальсификация состоит в том, что вот замена нашего старого календаря на Юлианский, на 1700-й год, таким способом очень хитро у русских было украли 5508 лет истории. Это после сотворения заключения мира только между Славянной Алисской империей и Древним Китаем. Но еще ведь было тысячелетие до того, потому что был другой календарь. Вот как раз здесь можно дополнить. Дело в том, что до того, судя по нашим древним преданиям, по сказаниям, по ведам, кому как нравится. Кто-то считает, что веда – это выдумка, ну хорошо, пускай говорит, что это предание. Кто-то говорит, что веда – это истина, ну тогда по ведам. Кому как нравится. Я не претендую на то, чтобы так говорить, что именно так оно и есть и было. Вот до этого было летоисчисление от Великой Стужи. Это 13 тысяч, сейчас получается 4, кажется, 24 лет. Совершенно верно. То есть, от Великого Похолодания, а до того еще был календарь. 40 тысяч 18 или 20 лет. Еще там 44 тысячи 500. То есть, были знаменательные даты, которые… Какие-то события. Да, которые отмечались. И причем, надо обратить внимание, что именно в дни, в день равноденствия осеннего отмечалось новое лето во все эти даты. И естественно, что не стали нарушать это. То есть, победили в этом году. И следующий год, уже начиная с 22-го, был первым летом со дня победы заключения мира в Звездном Храме. То есть, в лето Звездного Храма. То есть, 22-е или 20-е, ну, когда равноденствие наступает, оно всегда было началом нового лета, но только считалось, что вот со временем трех... Конечно, Алексей, это просто. Это чтобы не нарушать отсчет. Да, чтобы календарь наш древний не ломался, круголет не ломался, да. Поэтому, вот, например, 604 тысячи лет со временем трех лун, трех солнц, к примеру, да, ну, начинается тоже, вот, к примеру, 22-го сентября. Время Дарии, там, с 460 тысяч лет, условно, там, да, тоже начиналось... И так далее. И, естественно, не стали ломать, чтобы не было каких-то там перипетий, неудобств. И в это же время оставили и наступление новой даты. Конечно. Так вот, мы пока сейчас разбираемся как раз с последней датой, да. В чем же здесь фальсификация? Так вот, видите, на основании вот того, что мы сейчас сказали, мы имеем, что наша русская история имеет более 7500 лет новой эры, которая наступила только после победы в тяжелой войне с Древним Китаем. И вот символом этой победы стал русский воин, который пронзает копьем змея, который сейчас называют, известный как этого русского воина, называют Георгий Победосец. Вот. Вот откройте третий рисуночек, вы увидите, что я там привожу, открыли все, это, значит, я привожу герб. Написано, высочайше утвержден 30 декабря 1781 года Московская губерния герб. Москва, Московская губерния, святый Георгий на коне против того, как в середине государственного герба в красном поле поражающий копьем черного змея. Старый герб. Подпись. То есть, видите, это 1781 год. То есть, прошла победа в 1775 году. Московия победила руками, значит, под властью Екатерина II и победила Старую Ордынскую династию, Великую Тартарию. И видите, что делает Екатерина. Она устанавливает в Москве, в Московской губернии, вот новый герб. И там русского воина уже фальсифицируют, видите, его рисуют на западный манер, как рыцаря в таких доспехах. Так вот, теперь мы понимаем, что смысл этого символа вообще-то никогда нигде не объяснялся в официальной истории. Но вот после прочтения славян-арийских ветвьев там все становится на свои места. Поскольку древний Китай назывался в прошлом не только Аримией, но и страной Великого Дракона. И сейчас китайцы себя так называют. До сих пор. А в старом русском языке дракон назывался Змеем. А в современном языке уже трансформировалось слово Змей. И вот Екатерина после одним из первых гербов, учрежденной ей после победования в Великой Тартарии, был герб Московской губернии, которую мы сейчас и посмотрели. На этом гербе русский воин фальсификатор превращен в христианского святого. А вообще победа, Великий Дракон был побежден на Сече с Великой Расой, где он пытался биться. Это событие было увеличено в древней истории. Это белый всадник, видите, с поражающим копьем или мечом на разных картинках, по-разному, драконах, был изображен на фресках, барельефах, древних капищ, храмах, различных строениях наших предков. И вот была масса скульптурных изваяний с этим сюжетом. Они из камня делались, из благородных металлов отливались, из дерева. Запечатлялась на образах. Дальше образы перешли в иконы. А в настоящее время называют Георгий Победоносец, поражающим копьем дракона-змеи. Так что теперь кто не знал представляют себе что же означает вот этот символ. Еще надо тоже наверное указать, что косвенно сохранились указания на это в сказках, в преданиях, в былинах. Ведь богатыри русские сражаются как раз или с змей-горыночным одноголовым или трехголовым или с драконом. И обратите внимание откуда прилетает этот змей-горыноч или дракон. он как правило прилетает откуда-то из-за гор или живет в горах. И обратите внимание вот если мы смотрим как там где Китай находится, как там где он ближе к чему находится, там как раз находятся возвышенности, от которых вот этот дракон мог прилететь. то есть указания туда косвенно есть. Дальше обратите внимание, что очень часто драконы изображают переходящего какую-то преграду, откуда-то переходящий. И здесь только Алинов мост или еще что-то, какой-то рубеж, на котором происходит битва. И вот здесь может быть тоже косвенное указание на китайскую стену, которую скажем так по нашему требованию указанию древние аримы были вынуждены построить под нашим чутким руководством с бойницами в свою сторону, то есть на юг в сторону Пекина современного. И здесь же опять есть предание о делении земли, когда проводилась межа, которая можно также принять за змеевы валы, о чем мы уже говорили неоднократно в эфирах, и китайскую стену. Как раз кто пахал? Пахал дракон. А кто его погонял? А погонял его русский воин, русский солдат, русский богатырь в разных преданиях. То есть все здесь очень-очень сходится. Только умейте следить за мыслью не просто как сказочной, а ловить там зачатки преданий правды и истины. Тогда все будет на свои места. Вот, спасибо. Мы с Алексеем не сговаривались, и он очень удачно здесь привел одно напоминание. Если вы сейчас откроете 22-й рисунок, пожалуйста, откройте. Открыли? Это у нас карта из атласа Меркатора, карта Китая. А вот желтым цветом я такой вертикальный прямоугольник выделил, да? И следующий рисунок, значит, 22-1, это увеличенный как раз этот кусок желтым цветом. На нем как раз и показана так называемая Великая Китайская Стена, которую китайцы никогда не строили. И смотрите, как там надпись вот вдоль этой стены написана по-латыни, что эта стена отгораживает Тартарию от Китая. И видите, то, что сказал Алексей, нарисованы четко, нарисована стена, а штрихами такими горизонтальными показана перпендикулярно, что в сторону Китая видите, вертикальная стена, а в сторону Тартарии вправо, где желтый цвет, видите, там такие склоны, то есть никто не будет строить стену, чтобы отгородиться. Вертикально строится с той стороны, от кого хотят отгородиться. и ваницы туда же направлены. И вот так вот огородив этой такой стеной китайцам жителям древней Китая было запрещено заходить за эту стену. Вот этот договор и подразумевал сотворение мира в Звездном храме. Это было тоже одно из условий. Леон Григорьевич, тут я хочу тоже еще маленькую от себя реплику нести. Вот очень часто военно-пленных принуждают к тому, чтобы они восстанавливали хозяйство или строили какие-то укрепления или оборонительные или гражданские объекты. Совершенно верно. Да, и вот тут как раз, когда вы сказали, что китайцы не строили, на мой взгляд, наоборот, строили они, но под присмотром нашим, потому что они просто были, они приняли... Я имею в виду архитекторами, были наши. И еще вот тоже стоит обратить внимание на то, что когда многие исследуют змеевые те же самые валы и другие, которые здесь упоминались, и строение, как построена китайская стена, обращает внимание на сходство. Китайская стена тут недавно обвалился кусок, и все увидели, что внутри просто набита глина. То есть, вот кирпичная кладка через 10 метров, кирпичная кладка, внутри глина, и сверху опять кирпичи уложены. И вот когда это обвалилось, там размыло, то увидели, что в общем-то она не монолитная из кирпича, там нет камней, там просто набита стенобитная такая вот, ну глинобитная вернее стена. И то же самое наши, кто изучает древность, когда берут пробы с змеевых валов и других древних вот этих вот непонятных на первый взгляд сооружений, они видят, что там глина, то есть вокруг чернозем, вокруг все хорошо, замечательно, а там несколько метров глины. То есть раньше это была стена аналогичная, похожая на Китай, то есть какую-то оборонительную функцию она с собой несла или заградительную функцию несла. Но со временем стала просто, она не нужна в этом мире, поскольку территории, видимо, или были присоединены, или там порядок был наведен, и поэтому за ней перестали следить. А вот китайская стена, здесь она так или иначе в некоторых местах сохранилась до сегодняшнего момента практически, ну в таком более-менее видимом, четком сооруженном виде, когда и кирпичи вот эти видны, и то, что там внутри тоже видно, это говорит о том, что эта территория более долго охранялась и более пристально за ней наблюдали. Благодарю. Вот мы, так сказать, разобрались с первым вопросом по новолетию, и теперь, поскольку мы разбираем вопрос фальсификации, давайте совершим сейчас с вами путешествие в Ватиканскую библиотеку. Поэтому я предлагаю открыть вам четвертый рисунок. Четвертый рисунок – это у нас карта. Но прежде чем перейти к этой карте, я вам хочу зачитать коротенький кусочек из сайта библиотеки Ватикана, что они там пишут. Я уже говорил на эту тему в одном из эфиров, но кто не слышал, повторюсь. Там написано на этом сайте библиотеки Ватикана, которая содержит, как они считают, всю информацию о нашей цивилизации. Повторяю, цивилизации планеты. Там написано «Библиотека Ватикана и культура Возрождения представляют около 200 самых ценных рукописей, книг и карт библиотеки Ватикана, многие из которых сыграли ключевую роль в гуманистическом восстановлении классического наследия Греции и Рима. Выставка представляет невыразимую историю библиотеки Ватикана как интеллектуальную движущуюся силу вслед за появлением Рима в качестве политической и научной сверхдержавы в эпоху Возрождения». Вот такую преамбулу они делают в самом начале. И нам дают 200 самых ценных рукописей книг, карт библиотеки. Так вот, мы сейчас как раз с вами и разбираем. Когда вы сейчас открыли четвертый рисунок, это карта Франции. Нарисовал эту карту Пьетро Дель Дель Массайо. Вот. И значит они ее датируют 1470-1480 годом. Значит, для сравнения я хочу вам показать еще одну карту. Это вы пожалуйста пятый рисунок откройте, да. Это тоже карта Франции. Она сайта нового проекта Ватиканской библиотеки. Этот проект называется Screenium. То есть по-латыни русский секретные архивы Ватикана. И вот что там нам сообщают по поводу значит там манускрипт. Манускрипт Urbina T Latin 277 который называется Космография Клаудио Птолемея представляет собой латинский перевод греческого текста географии Клаудио Птолемея. Она была переведена на латинский язык между 1406 и 1410 годом Якоба Анджела из Скорперия итальянцем который работал в папской канцелярии в Риме и он тогда посвятил ее папе Александру Пятому. На первой странице рукописи есть украшение показывающее что Анджела посвящает его рукопись папе. Рукопись затем была транскрибирована то есть записана это я даю перевод с латинского что там написано уже русский перевод рукопись затем была записана во Флоренции конкретным человеком Уго Каминелли его звали переписчиком и художественным оформительным при содействии картографа Пьетро Дель Массайо и других художников иллюминаторов и позолотчиков и окончательно была завершена в 1472 году. И видите в этом сообщении с проекта скринь Ватикана нам говорят что автор картограф Пьетро Дель Массай тот же что и автор предыдущей карты которую мы смотрели на четвертом рисунке. Так вот внимательно посмотрим это карта Франции третий и четвертый и пятый рисунок. Ну на четвертом рисунке что не пугайтесь этого ужаснейшего темного фиолетового или синего это море так обозначено а вот Франция видите чем-то эти две карты как бы похожи между собой но обратите внимание внизу вот такие желтые значит с тенями как бы сказать образований трудно сказать они все разные это горы так картограф обозначил горы видите в середине типа бублика какой-то или ебантика и справа а теперь на пятый рисунок посмотрите видите какие здесь горы а здесь это все та же Франция и рисовал все это один и тот же картограф Масайю но дело в том что вот это пятая пятый рисунок эта карта находится значит вернее четвертая находится сейчас скажу где она во Франции находится находится в библиотеке национальной библиотеке в Париже а это находится в Ватикане пятый рисунок автор то один и тот же и рисовал этот картограф с чего нам же там написано он в основу брал Птолемея выдающегося географа якобы значит античного возникает вопрос а почему один и тот же географ рисовал картограф а горы совершенно разнятся то есть у него под рукой была карта Птолемея понимаете и он перерисовывая на одной карте нарисовал так а на другой по-другому вот так мы сейчас разоблачили фальсификаторов то есть видите что делают один и тот же картограф Птолемея никаких фактических карт не существует все значит карты Птолемея которые есть это средних веков это копии понимаете вот рисуют с копией и даже с копией нарисовать не могут правильно вот так нам создают артефакты но один артефакт находится в Ватикане а второй значит по Франции французы изучают одно остальные другое пишут защищают диссертации и рассказывают нам сказки о Птолемее и о географии и еще значит какой момент здесь надо сказать вот те тексты которые прочитал значит в начале из библиотеки Ватикана и культурное культура возрождения представляют 200 самых ценных рукопись книг и карт библиотеки Ватикана многие которых сыграли ключевую роль то есть видите это написано с помощью нейролингвистического программирования где сразу ставятся программы по которым человек не сомневается да это так это древняя Греция древний Рим и вот это НЛП нейролингвистическое программирование они используют для разного рода комментариев когда преднамеренно с помощью определенной комбинации слов кодируют людей при этом человек воспринимает текст так как захочется тем кто его излагает вот если помещать слова в тексте в определенном порядке можно заставить человека воспринимать слова так как это нужно потому что когда человек что-то пишет то он вкладывает все свое восприятие взгляды которые связаны и идет полная голографическая передача копии всего что человек вложил во время написания и вот в большинстве литературы связанной с мировоззрением и моралью средствах массовой информации чтобы управлять человеком используется вот как раз это нейролингвистическое программирование так вот если говорить о вот так называемой географии Птолемея то можно так сказать здесь коротко остановиться вот есть базельское издание географии 1540 года и оно считается наиболее полным и там приведены 27 якобы Птолемеевских карт древних но еще и существует там же в этом базельском издании 21 новая карта а новая карта уже нарисована Себастьяном Мюнстером который был известным географом своего времени но как Птолемеевы так и Мюнстеровы карты выполнены в совершенно одинаковой манере вот если кто-то интересуется и хочет проверить это он может это сделать самостоятельно поднять это можно найти в интернете и увидеть что манера совершенно одинаковая поэтому карты Птолемея они уже близки к современным картам то есть они составлялись не так уж давно и вот если сопоставить эти две карты Франции 1472 года с одного из Парижа и с 1480 года станет очевидно что карта из Национальной Библиотеки Франции 1480 года резко отличается от версии манускрипта Урбинаты Латин 1472 года который вот секретного со скриниума с секретных архивов хотя она и принадлежит одному и тому же картографу Пьетро Дель Майсай и опять же повторю законный вопрос почему же так кардинально отличаются горные местности которые изображены на картах на одной карте которые изображают на той же Франции ведь согласно сообщениям историков эти две карты сделаны на основании географии Птолемея и одним и тем же автором Пьетро Дель Майсай дело в том что на виртуальной выставке этого же Ватикана вы найдете еще много артефактов тех же карт ну вот я в своей книге там еще привожу сейчас мы еще раз с вами рассмотрим и все эти артефакты 15 столетий позже причем большинство из них являются своевременно снятыми копиями из древних источников потому что они все сгорели а копии благополучно сохранились в Ватикане ну поскольку-то у фальсификаторов в коллекциях не все были источники для того чтобы вот эту генеральную историю которую они нам написали им же надо было ее чем-то подтвердить и вот они создают подобного рода артефакты а вот если внимательно рассмотреть вот эту черно-белую карту Франции 1480 года то вот эту первую карту да рисунок четвертый ее я в книге ее привожу в черно-белом виде специально чтобы вот цвета не давили на человека то видно что в чем какой хитрый там прием фальсификаторы используют если вот у вас сейчас к сожалению нет такой возможности увеличить рисунок значит четвертый а если вы его увеличите и сделаете черно-белым отдельно то поймете что это за хитрый прием нет там возможность увеличить есть внизу если там посмотреть по карте ну на эти картиночки то в этом случае там внизу есть открытый оригинал и в том виде который он есть я думаю что можно увеличить так что если кто постарается то увеличит конечно увеличит но я имею ввиду увеличить допустим там на 300 процентов на 400 очень сильно просто тогда это все настолько четко видно потому что я вот когда сейчас с вами разговариваю у меня эти все рисунки в программе графического редактора я тут же ее смотрю и комментирую именно глядя на увеличенный рисунок так вот понимаете в чем дело черно-белый рисунок как раз говорит о том что вот реки нарисованные на этом рисунке видите да и толщина ширина реки толщина вот которым картограф рисует она один в один соответствует толщине текста которым подписывается если вы увеличите там на 500 процентов вот как я могу увеличить на 500 процентов то совершенно ничего невозможно понять и кажется что значит карта информационно очень насыщена и я вот увеличиваю в 5 пятикратно практически невозможно прочесть ни одной надписи кроме тех которые сделаны крупными красными буквами вот те надписи читаются вот так хитро но вы не получите так сказать артефакт вот сейчас же вы знаете идет оцифровка во всех значит хранилищах библиотеках музеях оцифруется в цифровом виде представляется то же самое делается и на сайте библиотеки Ватикана если вы там придете почитаете там придется читать на других языках какие только не на русском на русском там нет ничего но можно значит прочитать и разобраться там написано что там уже оцифровано огромное количество не говоря о том сколько там каких артефактов сотни тысяч значит миллионы чего там есть которые описывают истории нашей цивилизации вам дадут если вы запросите не знаю бесплатно или нет там заполняет определенную форму это все можете процедурить и узнать посмотрев на сайте Ватикана и вам дадут то что дадут то есть вы получите вот картинку а живой документ вы так и не увидите ну теперь ну теперь давайте перейдем значит рисунок к рисунку шестому рисунок шестой у нас это опять же сайт Ватикана библиотеки в котором предыдущие артефакты мы рассматривали там написано Христофора Бондельмонти книга Архипелаг Островов это пергамент 15 века и тут же с помощью нейролингвистического программирования как я сказал комментарий Христофора Бондельмонти книга Архипелаг Островов Островов Пергамент 15 века по его мнению то есть по мнению Христофора Бондельмонти Хиос и Метеллини Христофора Бондельмонти показывает место где он увидел могилу поэта сказителя Гомера Хиос и где как он знал Сафа или Сафа Теофраст и другие уважаемые древние жили на Метеллини в скобочках вот такую опять программку поставили ну кто не интересовался историей не плохо учил в школе древнюю Грецию то он и не знает кто такой Теофраст но может вспомнить Сапфа или Сафа что была такая якобы древнегреческая поэтесса и сказитель Гомер ну это наверное многие знают так вот короткую справку про Христофора Бондельмонти которую можно найти он родился во Флоренции в Италии около 1385 то есть неточная дата они знают когда родился он известный итальянский путешественник 15 века и пионер в распространении знаний из первых рук вот видите какой путешествует и тут же распространяется из первых рук знания о Греции и ее древностях во всем западном мире вот у него такая миссия он выехал из Флоренции около 1414 года с целью путешествовать и главным образом на греческие острова он побывал в Константинополе в 1420 году вот такая справка и еще чуть-чуть о нем он является автором двух историко-географических работ две историко-географические работы одна из них называется Descriptio Insulae Critae то есть описание Крита и Liber Insular Archipelage свободная территория архипелагов по-моему так с латыни переводится 1420 года эти две книги представляют собой сочетание географической информации карт и запомните Лоции тело ударения на слово Лоции того времени и опять же он умер около 1430 года опять же неизвестно когда умер когда родился неизвестно когда умер вот интересный факт я нашел что выяснилось что в 15-м столетии вот эти историко-географическая работа Христофора Мондельмонти книга Liber Insular Archipelage была воспроизведена и переведена на несколько языков но не полностью а отдельными частями а полный латинский вариант книги появился только внимание в 1824 году и только в конце этого же 19-го века рукопись была передана и на греческий язык в 1897 году вот представляете какие интересные артефакты Бондельмонти неизвестно когда родился никогда помер неизвестно значит книги его не издавалось оказывается полностью даже передена не была а только все в 1924 в конце 1924 то есть когда переписывали историю и вот понадобились артефакты дальше глядя вот на эту карту из этой книги можно конечно согласиться с минимальным текстом который дали комментарии вот вы открыли сейчас шестой рисунок да вот посмотрите какой ужас с моей точки зрения ну вот так вот рисуют обычно и раскрашивают дети в книжке вот раскрасть сам ну честно говоря так и думал что какой-то детский рисунок из игры какой-нибудь который дети сами нарисовали да дети и так же дети рисуют там такие какие-то башенки крепости какие-то эти ну представляете вот это 15 век параллельно есть такой художник великий итальянский опять же этот же в это же время живет они нарисовали великолепшие картины итальянцы да там такая детализация но вот художники они все нормальные а вот у картографов руки не с того как говорится места растут вы понимаете вот эта карта 15 века из историко-географических работ я беру в кавычки по логике фальсификаторов должна подтверждать историю древней Греции в существующей хронологии то есть он в городе Хиос якобы видел что там находится могила но раз там могила чья-то значит это родина поэта Гомера и этот факт они преподносят фальсификатор как истину несмотря на то что они же сами в традиционной истории говорят что за право называться его родиной боролись семь городов этот Хиос который ссылается фальсификатор смирна родос колофон аргас и афины у них однозначность еще напомню что подлинными рукописи Гомера современная наука не располагает а европейцы начинают знакомиться с его поэмами только в 14-15 веках вот кто не читал рекомендую почитать книгу в 1998 году она была опубликована называется Аграфи Гомере крестоносцы Батыи и знаки зверя авторы Валянский и Калюжный которые вот исследовали эту тему касающуюся название еще раз Аграфи Гомере крестоносцы Батыи и знаки зверя и вот отрывок из этой цитирую что они пишут в Истивах это город стоял прекрасный покрытый фресками замок в котором творил граф Сент-Омер по латыни будет Сент-Гомер как раз святой Гомер автор греческих поэм о былых войнах и о дальнем полном приключении плавании крестоносцев под водительством отважного царя Итаки Одиссея этот Сент-Омер писал на старо-французском языке на старо-французском но греческий в это время тоже был в ходу вспомним что в 11 веке на греческом говорила вся знать Рима а южная Италия вообще называлась Великая Греция и вот в предыдущих эфирах мы рассматривали античную карту Артелеса и там итальянский сапог рассматривали и там как раз носок Италии и там написано Греция еще интересная цитата из этой же книги Валянского и Калюжного в 1488 году во Франции выходит первое печатное издание Гомера на греческом языке в 1488 году это первое печатное издание это не значит что все а просто первое печатное издание потому что тогда начали так сказать публиковать открыли Гутенбергом открыли книгопечатание якобы и в 16 веке отдельные части гомеровских поэм неоднократно переводились и на итальянский язык то есть сначала на греческий чуть-чуть выходит а отдельные части вот эти гомеровские поэм переводились на итальянский Валянский опять же Скалюжин пишет однако лишь в 1723 году появился первый полный перевод Ильиады вот этого Гомера труда Гомера сделанный поэтом Антонио Мария Сальвини итальянцем Ильиада вот это которое в 1623 году сделал итальянец Антонио Мария Сальвини как делают вывод в Альянске Калюжин к Древней Греции никакого отношения не имеет и это произведение написано на старо-французском языке во времена крестовых походов а затем переведена на греческий язык вот давайте сделаем небольшую паузу а вы переварите эту информацию ну что ж да есть на самом хорошую музыку да есть над чем подумать так что давайте мы немножечко отдохнем я поставлю музыку которая не будет сочетаться на первый взгляд с нашей тематикой она более современная чтобы мозги могли так вот повернуться расслабиться и потом опять включиться в обсуждение того о чем вы рассказываете вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на Народном славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 22 сентября 2016 года четверг как бы так в тему по фальсифицированному календарю а по одному из старинных второй день божественного начала 7525 лета четверик то есть по одному из тех календарей которые возможно были по преданиям на наших территориях напоминаю что время существования Россия Тартария Россия и все что связано с славянским миром огромнейшее поэтому было много смен различных эпох различных цивилизаций народы приходили уходили что-то происходило какие-то катаклизмы войны и так далее поэтому календарей менялись в соответствии с эпохами и поэтому и календарей было много и времен было много и отбрасывали наших предков куда-то в каменный век и возрождались наши предки и в космос уходили заново и вот сейчас мы имеем то что имели поэтому я говорю по одному из современных по одному из старинных поэтому те кто придерживаться каких-то других взглядов не обижайтесь это не в пику вам просто вот был выбран вот такой древний календарь чтобы как-то пробуждать сознание наших радиослушателей и не более того и вот как раз этому календарю на основе этого календаря сегодня мы проводим нашу беседу которая называется методы фальсификации предметов культуры и искусства шестая часть Фиденко Леонид Григорьевич автор соведущий итак пожалуйста продолжаем продолжим пожалуйста откройте следующий рисунок 6-1 мы продолжаем путешествие по закромам Ватикана в кавычках Ватиканская библиотека и нам сообщают это вторая книга о которых я говорил Христофора Мондельмонти книга архипелаг островов пергамент 15 век что пишут в коротком абзаце нам сообщают из Ватикана многие римские семейства были охвачены глубоким интересом в изучении древних развалин Христофору Мондельмонти посвятил этот трактат своей авантюрной разведке островов Эгейского архипелага для кардинала Джордана Арсении в 1420 году внимание все сохранившиеся рукописи являются копиями оригинала тем не менее иллюстрации вызывают ностальгию и навязчивую любовь к классическому прошлому что сделал Бондельмонти рискуя быть захваченным пиратами и умереть от голода здесь тщательно нарисованные руины вызывают пафос от которого простите от того что он принял за развалины трои вот такой комментарий а теперь чтобы увеличить свой пафос внимательно смотритесь в руины трои которые он принял за развалины трои так вот давайте если есть возможность увеличить этот артефакт у меня эта возможность есть и рассмотрим его тщательно нарисованные руины которые Бондельмонти принял за развалины трои с риском для жизни и пожалуйста уважаемые радиослушатели не обращайте внимания на тот факт что все сохранившиеся рукописи являются копиями оригинала но это как пишут фальсификаторы вам не помешает с пафосом убедиться что иллюстрация вызывает у вас ностальгию и навязчую любовь к классическому прошлому как ностальгия пошла прям пробила до пяток да вот такой маразм такие программки вот и закладывают тем кто читает а теперь разберемся с технологией фальсификации что же они делают фальсификаторы то есть они что делают используют тот факт что да реально существовал реальный человек кардинал которого звали Джордан Арсений известно что он был покровителем искусств а путешественники собиратели рукописи Кристофора Бундельмонти как мы раньше из его биографии а я вам еще и говорю то что я пошерстил поискал как говорится информацию то информации почти нет так же как и нет точно даты его рождения и смерти но для фальсификаторов самое главное что вот Арсений и Бундельмонти жили якобы в один период времени вот так даты нам сообщаются жизни и смерти и Арсений да смотрим Арсений живет жил в это время а он о нем очень много написано это кстати реально известная так сказать личность но поскольку в истории как обычно у фальсификаторов рукописи Бундельмонти сохранились сохранили замечательные в кавычках копии какие замечательные вы видите это просто ужас вот ну что тут сказать вот опять же видите нарисованы якобы два острова потому что он между этими архипелагами путешествует по Эгейскому морю а там архипелаг архипелаг это множество островов вот он между этими островами плавает на корабле находит там какие-то древности из первых рук западному читателю все это и приносит видите как как построено хитро то есть Бундельмонти фактически пишет историю для западного читателя то есть фальсификаторы используют следующий технологический прием то есть они берут конкретных исторических персонажей которых они придумывают и связывают с реальными людьми чтобы они жили якобы одно время а потом вот такие копии какие вы видите значит написаны и рисунок и с правой стороны вы видите текст вот они плюс комментариями с помощью нейронистического программирования они являются очень убедительной доказательностью существования классического прошлого древней Греции пожалуйста переключите на значит седьмой рисунок вот вот та копия о которой мы только сейчас говорили да она так сказать очень убедительна в кавычках доказательство существования классического прошлого древней Греции но не такая уже очень примитивная дело в том что есть и другие поэтому посмотрим рисунок седьмой и восьмой и мы видим что карта предыдущая карта фальсификаторов не самая худшая сейчас мы познакомимся еще с двумя шедеврами того же Христофора Бондельмонти ну а находятся они немножко далеко от Ватикана в Лондоне в Национальном морском музее помните предыдущая мы рассматривали карту которая в Ватикане а вторая карта такая же Франции она в Париже а здесь ситуация Христофора Бондельмонти одна книга в Ватикане а вторая значит в Национальном морском музее Лондона если кто-то из вас заинтересуется может зайти на сайт этого Национального морского музея и увидеть шедевры вот ниже предыдущие две карты значит седьмая это как я только что сказал это шедевр опять же Христофора Бондельмонти значит вот я предлагаю вам если можете увеличить и попытаться определить что на них изображено с правой стороны вы видите на рисунке не справа а в середине а там два рисунка маленький якобы остров это острова и справа второй остров и написано вот что это Эгина там по латыни если увеличить написано Эгина это остров а значит восьмой рисунок это я сделал есть такая программа видите в правом углу написано внизу Google S Google Земля и там из космоса можно сделать вот такую фотографию вот я нашел остров Эгина и сделал вот этот кадр а теперь пожалуйста сравните это реально большой остров Эгина и рядом с ним сбоку маленький да и сравните с артефактом который находится опять же артефакт Бундельмонте находится в Луновском музее ну вот так если посмотреть трудно определить правда ну а если прочитать комментарии на сайте к этим супер шедеврам которые посредине то сразу становится понятно что без сомнения это изображен остров Эгина без сомнения в кавычках а теперь пожалуйста перейдите на следующий рисунок 9 и 10 9 рисунок это тоже произведение Бундельмонте из этого Лондонского Национального Морского Музея и на нем изображен остров Тинос в окружении видите четырех маленьких островов я когда первый раз посмотрел что напоминает это ну думал большой пень и четыре по бокам маленьких пенька и зеленым цветом покрашено да ну оказывается это видимо выцвело море а это оказывается острова и это изображение острова Тинос не не про там просто наверное дальтонии человек художник болел или дальтоник да дальтоник и вот он может быть импрессионист такой тот средневековый как-то там предтечий Ван Гогом всяким и так далее вот он решил так обозначить а может еще банальнее не хватило краски в Ватикане ну и решили так замес сделать из соседней две версии принимаются теперь смотрим 8.1 рисунок опять же я сделал в программе Google S снимок да и вот видите посередине где красная точечка это как раз остров Тинос а вокруг значит четыре острова да а рядом еще Андрас остров огромный гораздо больше Тиноса вы видите сверху да но вот фальсификаторы только нарисовали вот этих четыре которые поменьше но они их нарисовали все одинаково но самое интересное начнется сейчас ведь это карты дорогие друзья и для справки сообщаю Эгена это остров в заливе Сараникас а Тинос это один из островов греческого архипелага который расположен в центральной части бассейна Эгейского моря кстати Леонид Григорьевич 8.1 я не вижу в списке у меня не приходило 8.1 в архиве который присылали да и естественно там его тоже не выложен он не выложен сейчас я гляну извините тогда это мой прокол ну в общем 8.1 значит да прокол то есть я пропустил или программа архивации сбила и не скопировала похоже архиватор сбил потому что ну если потом вы пришлете я его выложу чтобы уже записи можно было смотреть то есть вот то что 8.1 я сказал на самом деле вон в папке у меня существует а там как раз ну вы теперь поверьте мне на слово да что остров Тинос значит 4 вот эти пенька которые окружают по бокам а рядом с Тиносом ну буквально на расстоянии гораздо меньшем чем вот эти 4 пенька огромный остров Андрос называется и больше Тиноса это вот на реальной карте которая существует то есть Бундельмонти путешествовал путешествовал с 4 сторон вроде зашел вокруг острова да а рядом и все эти острова вот эти 4 пенька они находятся от этого Тиноса на гораздо большем расстоянии чем вот этот Андрос который практически что соединяется с этим с Тиносом но Бундельмонти этого ничего не заметил вы понимаете и тут начинается интересный момент как считают ученые эти карты в кавычках которые мы сейчас видим Бундельмонти еще называются и являются лоциями а что такое лоция это морская карта дело в том что в те времена в основном плавали по побережью вдоль побережья и для этого как раз были такие карты которые назывались лоциями где детально прорисовывалось побережье так вот посмотрите на эти карты лоции если на них посмотреть и мы видим что там так великолепно в кавычках Христофора Бундельмонти обозначена береговая линия этих и других островов значит она позволяла это эти лоции капитанам кораблей начиная с 15 века без проблем путешествовать к этим островам и вокруг них в Игейском море вот если вы сравните эту береговую линию вот по крайней мере с одной картой Эгина да которая там есть с современными карта из гугля то даже в грубом приближении ничего не совпадает у ученых все совпадает видимо они пишут и верят говорят это острова Эгина и Тинес ссылается на историки графической работы Христофора Бундельмонти там же латинским языком черным по белому написано что это острова Эгина и Тинес и вот просто удивляешься вот как можно верить в такой маразм в этот маразм верит и и называет себя учеными а теперь после 8.1 которая 8.1 которая нет переключите пожалуйста 9.1 рисунок разворот Атласа Меркатора ну прежде чем мы будем сейчас обсуждать и рассмотреть эту вот карту разворота из Атласа Меркатора карту мира ну скажу два слова хотя многие наверное это знают вот считается что подъем картографии в Европе он связан с эпохой возрождения в Италии то есть 14-15 века ну по разному там а затем уже и в других странах Европы и вот этот подъем из-за чего из-за того что развивалась торговля и она вызывала подъем мореплавания при этом при корабле вождении стали применять компас навигационные карты а их называли порталаны в начале 14 века и вначале считалось что на этих порталанах соображались только средиземные черные моря на них детально изображалась береговая линия и объекты которые важны для мореплавания то есть реперные знаки точки по которым мореплаватели определяли свое положение в пространстве на море меридианов в параллели не было на карте и карту покрывала компасная сетка она позволяла определять сторону света а порталаны эти чертились на пергаменте из кожи животных ну и поэтому обеспечивалась их долговечность ну дальше известно что якобы в 15-17 веках наступила эра великие географические открытий которые были достигнуты результаты морских экспедиций и уже были выполнены астрономические определения и они позволили уточнить размер земли и соответственно повлияли на картографию там повысили точность карт но особую потребность стали в картах возросла когда значит стали мореплавателей появилось очень много в том числе Колумб когда открыл Америку ну мы знаем что Колумб Америку открыл как говорится вторично она была открыта во второй части Америки в северной находилась часть Великой Тартарии дальше если кто-то интересуется географией то можно узнать что вот в связи с тем что начали в эпоху искусства итальянское искусство в эпоху возрождения оказало влияние на значит на шрифты карт художество выполнения самих значит рамок выполнения картушек вот это пишут современные эти географы понимаете и историки и вот поэтому уже когда наступил 16 век в торговых путях из Средиземного моря переместились в Атлантику и в этот период очень заметно становятся труды голландца Герарта Мерхатора хотя написано 1512 он родился 1594 но если покопаться так тщательнее то знаете что никакого Меркатора и не было никто ничего об этом не знает но тем не менее вот так считают что Меркатор был и он собрал все карты ну мы будем отталкиваться от традиционной истории и Меркатор значит ввел впервые в научный обиход понятие Атлас принцип построения математические основы карты Атласа и так называемую цилиндрическую проекцию если кто-то помнит географию учили в школе и кстати по этой цилиндрической проекции на этом принципе построены как раз якобы открытые Меркатором все современные карты и разговаривая с моряками допустим я разговаривал все говорят да мы так фактически плаваем по картам которые основу заложил Меркатор вот сейчас вернемся давайте к девятой карте к девятому рисунку это вот карта Меркатор Атлас Меркатора 1595 года видите он раскрашенный и как видите здесь показано уже весь земной шар но люди которые пишут вот географы Меркатора и прочее ничего не пишут глядя на этот разворот а сверху вы видите нарисовано на северном полюсе материк доария если вы перейдете сейчас к рисунку десятому вы этот материк увидите на рисунке десятом материк доарии карта материка который который находился на северном полюсе раньше и который якобы эту карту Меркатор срисовал с одной из стен пирамид в Гизе в Египте вот на одиннадцатом рисунке это тоже атлас Меркатора только тот рассвеченный 1595 года а это 1610 видите здесь уже отличие этой же карты то есть вот как постепенно идет фальсификация то есть там карта видите нарисована еще доария в окружении значит других материков а на следующем рисунке материки эти есть а у доарии уже одного из четырех островов практически нету который с правой стороны внизу сравните с красным рассвеченным рисунком 1595 года карты так вот возникает вопрос почему же хотя так препозносят так сказать роль Меркатора но никто вот этого не замечает когда смотрит атлас Меркатора с разворотом вот этот вот рисунок девятый там видите внизу Антарктида Меркатора как показано белое сплошное неизвестное белое покрытое а сейчас появилась информация что в те же времена если кто-то слышал была карта перерейса если вы сейчас 12 рисунок откроете то вы увидите это как раз фрагмент карты перерейса это турецкий адмирал он показывает на таком же портулане видите северная часть Антарктиды она внизу вот сбоку и что же там о чудо мы видим что она не покрыта снегом а там даже нарисованы животные бродят звери какие-то и показаны корабли то есть связь кораблями путешествуют корабли вдоль этого берега вот такая интересная карта а она датируется как раз тем же периодом как и даже чуть раньше чем Меркатор значит вот этот атлас свой сдал 1595 года но надо понимать что атлас он издал в 1595 году допустим первые но работа подготовительная велась если он собирал эти карты она велась долгие-долгие годы то есть атлас явился как бы венцом уже всего его собрания а если вы посмотрите этот атлас там не только одни карты там и тексты к этим картам и описание государств и очень много информации так вот сделав такой информационную вброс или преамбулу пожалуйста 13 карту 13 рисунок откройте 13 рисунок это карта видите называется карта Асии не Азии а Асии то есть Асия это так называлось ранее славяно-арийско-ведическая империя которая занимала территорию всей Евразии то есть Европа полностью и Асия и Азия а государство само называлось Асия страна богов белых людей живущих на земле так вот здесь вверху по самому центру если вы увеличите то прочитаете это территория Великой Тартарии и там область есть написано Байда вот где написано океан тартарийский по латыни а как раз по центру написано Байда запомнили это слово да вот 13.1 я этот фрагмент увеличил чтобы было лучше видно вот там слово Байда и написано написано Малгамзия а рядом чуть ниже вправо Байда так вот по старорусскому Байда слово означает белый чистый а если мы прочитаем посмотрим словарь далее заглянем да то там есть такое слово от слова Байда слово Байдак речное судно оно ходило по Днепру и его протоком от него же идет слово Байдара длина этого судна от 15 до 25 сажень то есть 50 метров максимально ширина до 4 сажень 8,5 метров осадка до 9 четвертей поднимает 10 15 тысяч пудов то есть 160 200 тонн Байдаки об одной мачте с одним большим парусом это вот то что ходит по Днепру пишет далее и такие же как волжские расшины расшина корабль название другое такие же они дальше пишут он дальше пишет управляются они по барочному как барки барк стерном это кормовая потесь весло осносу треплом или треплом носовой потесь еще слово приводит Даль байдачник это строитель байдака судна вот понимаете сколько интереснейшей информации в этих вещах то есть байда чистый белый байдак речное судно грузоподъемностью до 200 тонн вот если поинтересоваться значит кто интересовался кораблестроением и историей кораблестроения есть очень интересные работы разных авторов и там описываются эти вещи так вот при сравнении что было в восточной у нас на востоке допустим в поморе у поморов вот там такие же были байдаки только по-другому назывались они и той же грузоподъемностью 200 тонн а что было в это время в западной Европе просвещенной самой продвинутой то поймете как далеко были славяне впереди по сравнению с западной Европой которая светочем для нас является так вот я уже сказал байдачник это строитель или хозяин байдака это подали судна и приводится поговорка у дали у нас дураков семь байдаков и угол не почат и эта поговорка приводится как понимаете мне не понравилось с точки зрения ну вот бездельники русские и лентяи так вот скажу что во-первых смысл этой поговорки совершенно иной во-первых слово дурак означает ученик ура ауры это были учителя русов которые после катастрофы 13 тысяч лет назад прилетели в великую Асию и помогали нашим предкам выживать а потом когда они ушли то так сказать функция вот как раз ура легла на русов и слово дурак это как раз ученик ура так же как дура это жена ура и получается что у нас дураков семь байдаков а байдак это вот такое огромное сон то есть учеников ура семь огромных суден и восьмое непочат угол только начинают то есть угол непочат только начинаем потому что начинают с угла вот при строительстве видите вот как нам даже извратив русский язык подменяют вот такие понятия так вот вернемся сейчас опять к байде байде то есть это чистый белый и вот название байда как раз на севере и написано на рисунке сейчас 13 13-1 а если вы откроете 14 рисунок это карта известного картографа Артелиуса к сожалению я здесь оплошность допустил если на предыдущих рисунках я выделил цветом то место чтобы вам легче было разглядеть сейчас я вас просто сориентирую второе слово байда это уже там область помечена на предыдущей карте да а здесь у Артелиуса это город байда и он находится вот внизу вы видите написано меридианы меридиалис у самой этой ленточки которая ограничивает карту меридиалис меридианы а чуть выше как раз экватор он такой полосатый да как шлагбаум и меридиан вот который проходит через начало слова меридиалис а потом вправо один меридиан а потом второй если по этому меридиану мы сейчас будем снизу подниматься вверх и идем по морю вот так и как только мы уткнулись в это в сушу тут такой полуостров и там город байда если вы сейчас откроете следующий рисунок вы увидите вот этот полуостров на нем написано байда я как раз его сделал черно-белым и его увеличил чтобы было видно видите написано байда между вот этими значит байдой на севере у Льдовитого океана и а это фактически Индийский океан да и уже тут проливы различные которые ведут Китаю и так далее расстояние огромное и там появляется слово байда откуда оно и появилось чистый белый да а от того что наши предки когда в ходе первого и второго дровидского похода в древнюю Индию в Дровидию пошли туда дали индусам веды передали понастроили там всего а в ходе второго дровидского похода там часть из них осталась потому что после первого они пришли с их иерархами поборолись чтобы они не приносили кровавые жертвы матери Колема вернулись обратно а те опять стали вернулись к своему стали приносить и вот второй дровидский поход они пришли и часть из них осела осталась там в Индии и это мы знаем по так сказать по высшим кастам Индии Брахманов и Каштриев там чем выше так сказать каста тем более блондинистые светлой кожей люди голубыми и зелеными глазами вот и построили город Байда а затем когда после второго дровидского похода часть вернулась часть вернее осталась в дровиде а часть ушла оттуда и ушла она не в сторону Беловодия не на север на родину а ушла на запад и вот эти наши предки которые ушли на запад сейчас в истории и говорят все индоевропейские языки вышли из Индии и санскрит там есть который полностью похож на наш русский язык индусы приезжают в наше поморье в Москву и через месяц говорят да не надо мне переводчик я понимаю все говорят на древнем санскрите и все слова похожи и почитайте и послушайте Жарникову выдающего нашего историка лингвиста и которая много трудов на эту тему и писала и имела так вот наши потомки пошли и когда они стали идти на запад там у нас так называемые нынешние арабские страны персия там же вавилон вот наши предки и были основателями этих великих цивилизаций древних и в арабском языке тоже есть слово эльбайда и тоже означает чистый белый и так наши предки наследили что аж до самого до самой Африки и в Африке оказывается в Ливии и там есть эльбайда и тоже означает чистый белый это вот артефакты доказательства того с точки зрения топонимики да какие следы остались по части русов еще интересно меня заинтересовало меня заинтересовало на 13-й карте 13-13-1 там где рядом с Байдой чуть повыше чуть левее написано нова земля вот если учитывать что тут писали все-таки не русские люди и написано все так называемой латиницей то в этом случае удивительно тут присутствуют слова но явно не русские там мол какой-то там еще чего-то вот но в то же время нова земля в один с русского языка правда да да новая земля именно земля не терра и самое главное иногда некоторые слова прямо написаны на таком диалекте который даже у нас сейчас не употребляют например города назывались Красноярской и так и пишут они по латинице Красноярской то есть один в один просто переводят то есть это говорит о том что картография все там была наша ну сейчас еще я не закончил по поводу судов мы говорили о байдак ручное судно да мы знаем что было и у поморов тоже значит и ладья и другие судно которые тоже были 200 тонны я ссылался что значит историки кораблестроения которые копали этот вопрос нашли что в это время допустим двухмачтовые суда трехмачтовые только начали появляться в Европе где-то к 16 веку к началу 16 века и к концу в разных странах по-разному а теперь я вам зачитаю кусочек из Марко Поло глава 19 здесь описывается как Николай Матвей и Марко уехали от великого хана напомню что Марко Поло это итальянский путешественник который был в великой тартарии хотя современная историография считает что он был в Китае и у татар и у этих татаро-монголов каких-то там великий хан был а Марко Поло был в 1200 не боюсь соврать там 39 где-то 40-й год вот так то есть это начало 13 века читаю узнал великий хан что Николай с Матвеем и Марко собираются уезжать позвал всех трех к себе и дал им две щицы щицы с повелениями то есть это грамоты чтобы по всей его земле им задержек не делалось и всюду им вместе со спутниками давалось бы продовольствие и дальше приказал он потом снарядить 14 судов на каждом судне было по 4 мачты и зачастую они ходили под 12 парусами вот ну я смотрю вот это да читаю историю кораблестроения на западе значит где-то 1600 годы где-то только начинают появляться трехмачетовые суда три мачты и водовозмещение только-только приближается к нашим байдакам а Великая Тартария оказывается хан просто так с Марко Полом отрежает 14 судов ни один ни два ну никаких проблем нет понимаете 14 судов снарядить и все с четырьмя мачтами 1230 год Леонид Григорьевич получается по современной историкам с точки зрения современных историков вот это все письмена про Марко Полу и прочих путешественников до Петра Первого которые упоминают корабли это полная лажа это полная фальсификация конечно потому что Петр Первый как известно на Руси только флот построил да это флот то не было а мы только сейчас по Далю прочитали да что вот были байдаки по 200 тонн а Петр Первый только флот там начал организовывать он в Москве начал там организовывать а в Поморье то все было и Архангельс точнее эти Архангельс был попозже построен а Ломоносов Холмогор то были и другие и Мурманск где да Мурманское море на картах написано все это было давно и там плавали наши русы и они плавали как на запад так и на восток по так называемой вот северному морскому пути который сейчас заново с помощью ледоколов осваивают а тогда плавали не на ледоколах вот я вот сейчас привел вам пример из так сказать Марка Пола вот они такие проколы делают сделали ну не считая видимо не считали нужным то есть были оказывается Великая Тартария и доказатель что это было так на самом деле я могу привести другие вот простой пример даже во времена когда Великая Тартария уже частично была была побеждена на территории русской империи да романовых на нашей территории то еще в Америке существовало и известный мореплаватель путешественник Кук слышали такой да в 1774 году то есть за год до победы романовых над старой династией Великой Тартарии путешествовал вдоль северного на север вдоль побережья Северной Америки у него задача такая была было собрать сведения о северном полюсе великом и великом внешнем океане узнать это вот современные историки там рассказывают такие сказки а фактически он в разведку ходил по побережью посмотреть так не пустили его дальше 70 он с 43 градуса северной широты начал дошел до 71 дальше не пустили то есть флот был такой мощный что вернулся товарищ Кук обратно и в 79 году резко помер на Гавайских островах погиб в бою против земцев как новая история и карты существуют где Северная Америка на картах нарисована таким образом что западная часть великолепно прорисована а восточной там половина нет ничего первым я помню я прочитал эту информацию Фоменко давно когда он начал публиковать эти карты и увидел да такие карты существуют так вот если мы дальше перейдем теперь к рисунку 15 то мы увидим фальсификацию 15 и 15 1 вот 15 это опять же часть Камбоджи да вот там я выделил этот кусок прямоугольником желтым цветом это вот часть Камбоджи и там вот где увеличены там город Байда это Меркатор и уже на этой карте а это написано Малука Малукские острова то есть это вот Малукские острова кто не знает это вот все острова вот этого региона они здесь и показаны да на карте там пряности и прочее к сведению знаете когда там жизнь по сведениям историков зародилась 35 тысяч лет назад и ранее как раз соответствует тому когда 40 тысяч лет назад туда значит поселили беженцев с других планет и занимая и уже 14 как пишут историки современные 14 тысяч лет тому назад там уже было население занималось меновой торговлей и самое интересное что у них был общинный тип жизни так вот на этом рисунке я увеличил 15-й 15-1 сделал побольше чтобы можно было вам увидеть и там видите где город написано вот слово коралл относится к кружку который внизу слева а вот город Байда вот он в виде кружка зачерненного домик и по бокам еще два домика и видите как написано кам потом б а потом такая дырка о и а вот из Байды сделали видите что а осталось как жили были а и Б сидели на трубе да а осталось и Б осталось а эти исчезли вот так Байда Д переписали и получилось кам Бо и А то есть этот город уже фальсификацию переименовали уже Байда исчезла а теперь еще посмотрите шесть на к сожалению я не привел еще одну карту есть еще одна карта где то же самое там приведено и там уже я просто не привел эту карту там расстояние уже нет вот этой дырки да там просто написано Камбо и А а потом она превратилась в Камбоджу и А Камбо и А Камбоджа вот так фальсификация происходит а теперь шестнадцатый рисунок откройте это карта Галлии 1634 года я ее просто привел для того чтобы представляли и знали какие были нормальные нефальсифицированные карты то есть они вот это же фактически гравюры только они делались на меди на медных листах и вот если вы откроете следующий рисунок 16-1 это фрагмент этой карты там сверху написано квитание да и корона как видите мировингов из трехлистников и трехлистники на щите и посмотрите как детально нанесена штриховка на рисунках да видите это гравер какая работа представляете у гравера какие детали и когда вы видите другие карты где вот этого ничего нет то чаще всего это фальсификат или такие копии что все стерто понимаете с помощью современных средств компьютерных графического редактора можно нанести и состарить документ и все что хочешь нарисовать компьютерные средства такие кто знает возможности фотошопа он все прекрасно представляет то есть возможности для фальсификаторов просто грандиознейшие с помощью фотошопа вот это я в своей книге и показал что на фотошопе ребят из Ватикана очень много и продолжают то есть вот 15 16 16 арены рисунки это как раз пример того как выглядят настоящие нефальсифицированные карты то есть если много деталей мелких это настоящие а там где подкрашено там где зачеркнуто замазано представьте сколько труда гравюр и вот так же и гравюры то есть художник гравюр у него нет мелочей вы посмотрите он тут и пуговки изображает все все каждый этот вырисовывает бриллиант в короне нет мелочей поэтому вот если вы включите 17 рисунок да то здесь карта видите она вся раскрашенная и если покопаться в сети то найдете еще много таких же карт вот как эта она называется Асия то есть эта карта фальсифицирована однозначно она показывает именно государство Асии не Азию потому что вот раскрасив и границы сделав вот таким цветом поделив на области да это как раз расщепили а вот посмотрите 16 карту да там никаких расщеплений нет там если есть границы то они пунктирно значит показаны пунктиром очень четко а вот когда цветом вот так делается ну якобы красиво а помогает фальсифицировать и вот видите сверху там показаны города значит крупные и уже фальсифицированы тут и Иерусалим уже нарисован и и другие города а есть ведь старые гравюры вот например слева первая вторая третья это гравюра этот Дамаска и есть гравюра только в уменьшенном виде а есть большая гравюра того же Дамаска вот у меня есть она там на компьютере я ее не нашел чтобы привезти она большая и там можно посчитать количество этих башен в стене которая загораживает если есть точно такие же карты фальсифицированы там количество этих башен в так называемом Дамаске превышает два раза на участке представляете вот допустим там нарисована вот река что она протекает через город от этого конца до реки если посчитать то на настоящей гравюре их там 8-20 а на той 40 вот так фальсификацию и делают и пишут что это Дамаск а по бокам вы видите нарисованы люди да и раскрашены в разных одеждах ну и ведь карта она не только показывала где какие государства художник старался и картограф передать как можно больше информации показывал какое население живет и прочее так вот мы говорили с вами а молук молуки да вот если вы на правой стороне сверху второй рисунок увидите и увеличите этот второй рисунок побольше то там почему-то один человек кстати он бородатый в таких одеждах одет ну единственное что брюки короткие одного вообще нет брюка второго короткие да а рядом с ними якобы этот португалец или какой-то европеец в каске и с таким щитом а тот к нему так проходя случайно оборачивается что-то такое говорит то есть вот художник что-то рисовал сюжет ну вы посмотрите современные в чем ходят на молукских островах и какие там люди живут совершенно не то или вот нижний рисунок значит в самом нижнем написано тартары а выше московиты одеты в соответствующих одеждах так вот тартарин это вообще-то казак там нарисован а левая рука у него какая видите изогнутая видимо как кривая да художник нарисовал но вы можете найти другую карту и там будет нарисовано не по два персонажа как здесь а по одному по разному причем и будет нарисован этот же казак но он будет нарисован нормально не так как у него здесь на этом рисунке левая рука опущенная к низу рукав закатан до локтя а вторая кривая и рукав полностью одет видите вот художник такой ненормальный так рисовал а на том рисунке вы увидите он не цветной черно-белый там казак нарисован и у него обе руки вот так вот рукава закатаны у одежды а в этой левой руке которая опущена вниз у него то ли короткий меч то ли какой-то такая я не знаю острого такая острая заточенная то есть совершенно иной нарисован этот и то же самое с левой стороны вы посмотрите вот так вот постепенно фальсифицирует и это не один вариант то что я сказал что есть вот значит здесь два персонажа по бокам нарисованы а есть по одному есть вообще совершенно иные там персонажи и другие подписи а соответственно и пишут что датировка это уже другой картограф что он там значит что-то менял там целое послание понимаете по этому поводу как что и почему но эти послания вы только кусочки можете прочитать на сайте где продаются эти карты весьма недорого так сказать недешво стоят некоторые из них и по современным ценам и вот там и объясняют единственное почему что произошло что сделал конкретный картограф якобы что он там что-то изменил что более четко нарисовал там прибрежную зону какой-нибудь страны или еще что-то такое и вот в этом и отличие поэтому мы и берем вот такие деньги а на самом деле это раскрашивание и вот такое расцвешивание как мы говорили ранее о значит гравюрах и других там рисунках книгах также и картам это один из инструментов фальсификации ну давайте может на минуту прервемся вы еще раз опять переварите и перейдем к заключительному моменту ну что ж хорошо хорошо давайте прервемся еще послушаем музыку на этот раз ближе к нашей народной и 4 минуты 30 секунд отдохнем вы слушаете народное славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народном славянском радио вот такая интересная музыка у нас иногда звучит кому то нравится кому то не нравится вкусы мы не обсуждаем просто вот народное творчество так сказать из народа напоминаю что сегодня у нас по одному из старинных календарей второй день божественного начала 7525 лета четверик по одному из современных 2 сентября 2016 года четверг мы говорим про методы фальсификации предметов культуры и искусства часть 6 и автор соведущий Феденко Леонид Григорьевич итак продолжаем продолжаем значит мы остановились на 17-17-1 17-17 карта это вот цветная 17-1 это я сделал черно-белую чтобы вы представляли как выглядит как должна была выглядеть эта карта и значит вот сразу видны окантовки толстые окантовки границ вот это разбиение на предыдущих картах я показывал что таких вещей не должно быть то есть границы вот так это уже позднее выделение цвета значит перейдем теперь к рисунку 18-й сейчас я вам покажу то есть мы рассмотрели технологию фальсификации не все что я знаю еще могу много примеров приводить и других а сейчас я просто хочу привести вам несколько интересных примеров я думаю для вас которых может вы и не знаете вот 18-й это карта Меркатора 18-й рисунок да и вот там желтым цветом это вообще побережье вы видите море написано море Меди Тираней Парс это Средиземное море а узкое горлышко и картуша идет написано Гибралтар это пролив то есть внизу это Африка и коричневым цветом желтым цветом я выдел прямоугольник и внизу написано город Велес а чуть выше остров Велес вот пожалуйста вам следы на рисунке 18-й я просто сделал и увеличил их эти два город и остров в Африке откуда в Африке Велес и остров Велес видите только тут написано хитро по Пенон де Велес остров С а тут З написали С город а все понятно там же кто было первые четыре династии фараонов в древнем Египте и на северном побережье всей Африки белые люди и мумии сейчас первых нашедших первых фараонов фараоны сети я в своей книге привожу фотографии мумии белый человек естественно это были анты которые после 13 тысяч лет назад иерархи их были сосланы и другие праведные люди перевезены иерархи в наказание а праведных людей перевезли чтобы они помогали людям с светой кожей мрака научились всему сажать овощи фрукты там возделать поля строить корабли короче всему всему обучили естественно у них было что ведическое мировоззрение и знали кто такой Велес и остались к сожалению я не нашел у меня есть но архив большой и не нашел там есть и статуя Велеса которая сделана в камне вот вам еще доказательства вот вам и Египет да теперь 19 рисунок опять карта это карта значит скотия написана да по русски Шотландия как нам говорят страна скотов и вот видите там я опять же выделил желтым цветом а там написано Россия и 19 один я увеличенный кусок увеличил видите написано Рос С здесь написано вот если сделать еще палочку поперек будет как Э это Ф а потом две горы в перерыве после С а потом Си А написано и полностью вместе Россия Россия 19 рисунок это Шотландия это опять Шотландия Атлас Меркатора другая карта увеличиваем и здесь написано Россия только здесь уже видите как кто писал Росс С нарисовал а там старое С нарисовал во второй половине опять же между горами и я увеличил 20-1 этот же рисунок там четко видно видите Россия а на предыдущем значит эфире помните мы говорили про Ивана Грозного про Англию и про Шотландию вот известно что не кельты а скифы колонизировали все это и в пятом веке и все прекрасные историки английские знают это вот чем дело и доказательства есть там вплоть до 13 века документы существуют не один не два и приводится кто хочет поискать тот найдет документы их историков которые говорят что те кто открыли так сказать первыми заселили эту территорию были скифы которые якобы произошли из галов понимаете скифы были а потом уже англосаксы завоевали и победили там наших предков и вот шотландцы недаром пытаются выйти сделать брексит как они говорят да только свой выйти из не пускает их из содружества наций у них вот вам еще доказательства русов теперь перейдем 21 рисунок и опять там желтым цветом выделено увеличу это Япония север север Японии и что там написано город с японским названием Дева чисто японское название увеличим я увеличил его видите на 21.1 и так написано видите Дева чисто японский город дальше 22 рисунок стена ну стену мы уже смотрели да раньше в самом начале и говорили это арта Китая и увеличенный и следующий 22.1 это увеличенный фрагмент где написано что эта стена отделяет Тартарию границы Тартарии от Китая и четко все видно куда она направлена а 23 это увеличенный рисунок карты перерейса Антарктиды я его специально увеличил побольше вы видите там нарисовано очень много животных и часть так сказать совершенно не покрыта никакими льдами Антарктиды вот и давайте посмотрим что же скрывают подо льдами от нас в Антарктиде и откроем с вами следующий рисунок у нас 24 видите какой великолепный храм огромные сооружения архитектурные такие колонны и видите волна вода замерла в одну секунду замерзла это вот момент когда ось земли сдвинулась на 23,5 градуса и видите сместились полюса холода и там все весь этот материк который благоухал и по была там растительность великолепный такие здания в одну секунду в минуту считанные вода вы видите как замерзла и там это же сфотографировали есть видите люди ходят прошли сфотографировали и вот ближняя к нам колонна и следующая открываем рисунок 24-1 и видите что на этой колонне нарисованы и это славяно-арийские руны и так вот если вы увеличите и другие колонны то там и рисунки есть видно вот сверху от этой колонны слева там сверху какой-то сюжет выбит и там тоже самое славяно-арийские руны исписаны и следующая колонна все исписано славяно-арийскими рунами а дальше я вам привожу 24-2 вопрос где вероятность того что это все-таки не какой-то там фейк фотошопа а это все-таки съемки реальные а дело в том что это если вы зайдете в интернет там не одна фотография и там найдете поищите запрещенные фотографии там очень много фотографий и вот из раздела антарктиды подо льдом там видно еще есть фотографии где вот это замерзшие воды все а там еще идет человек на фоне то есть это не фотошоп ведь я же увеличился совершенно спокойно да при фотошопе если это значит фальсификация то все распадается и сразу видно мы эти вещи обсуждали а здесь увеличивает и все можно увеличить еще больше и больше и вот на 24 рисунке в левой стороне вот на первой колонии там трехлистник нарисован изображение трехлистника но это просто фотография я сделал эту фотографию нужно мощный компьютер и значит в формате TIFF не сжатом она по объему где-то 100 с лишним мегабайт даже больше и она будет очень долго грузиться понимаете я не могу в интернет ее это скачивает проблему будет в сети а там нарисовано трехлистник понимаете изображение так что это никакая не фальсификация не фотошоп но об этом полный молчок ведь об этом если даже представить что да это правда об этом тишина вы понимаете эти вещи никто не афиширует и вот я привожу следующую фотографию в своей книге я тоже привел это известный артефакт который найден это называется я называл звездный скиф он находится я сейчас боюсь сорвать то ли в Эрмитаже или еще где-то то есть видите скиф и в звездах он в звездах звездный скиф а вот следующий рисунок я часть этого фрагмент увеличил и видите на теле лошади точно такие же славяно-арейские руны тиснения можете сопоставить с теми понимаете которые на колоннах там нарисованы в Антарктиде вот эти факты убийственные понимаете и вот если это государственный исторический музей нашивные бляшки конный скиф золото тиснение я нашел я в книге привожу тоже я нашел сейчас читаю по книге из кургана куль аба после этого что я сделал усилил контрастность и увеличил этот рисунок и видно что мастер который сделал эту нашивную бляшку оставил на ней подписи славяно-арейскими рунами а не греческим письмом тиснение там сделано а вот эти запрещенные фотографии впервые я увидел значит фотографии с комментарием впервые я увидел в книге Левашова Россия в крыльхозеркалах том 2 который сейчас запретили так же славяно-арейские виды чтобы мы ничего не читали и не знали и там вот приведены эти фотографии и потом я их нашел в интернете и вот если внимательно рассмотреть рисунки как я уже говорю там на колоннах множество этих славяно-арейских рун их можно сравнить с этим с бляшкой а вот таких как сказать криптографии мы уже говорили что наши предки очень много информации так записывали что который так в глаза не бросается а прочесть могут и вот даже понимаете сравнив вот эти две фотографии этого скифа и вот эти запрещенные фотографии этих сооружений подо льдом в Антарктиде а в книге я еще одну фотографию привожу здесь я ее не показываю там архитектурное подо льдом тоже и там я увеличил опять же рисунок и показал что там дерево жизни и трехлистники там же о каких мы говорили там на предыдущих эфирах с нами то есть вот надеюсь что после рассмотрения вот этих даже двух фотографий читатель который незнаком с трудами Левашова сразу стало понятно почему запрещают научный труд России в кривых зеркалах признавая экстремистов да потому что там видите как говорил в интервью в своей книге которую он издал Глазунов русский художник Илья Глазунов когда он разговаривал с этими с немецкими археологами везде как и в Германии до магмы все славянское как ему когда он задал вопрос немецкому археологу вы находите здесь какие-то артефакты ваши он говорит тот с таким видом сказал да мы очень много находим славянских артефактов а потом закапываем они никому не интересны у вас на родине и сказал здесь все до магмы славянское Глазунов говорит я запомню эту фразу на всю жизнь так вот предлагая подобные карты фальсификаторы из Ватикана которые они нам предлагают которые мы сегодня посмотрели обсудили они почему-то молчат о факте которым должны хотя бы кричать как говорится постоянно на углу поэтому сейчас переключите на 25 рисунок объемная карта Западной Сибири вот про этот артефакт молчат это рельефную карту каменную на основе доломита найдена в 1999 году профессором Башкерского университета Чувыровым и вес ее почти тонна и неизвестными методами и технологиями на нее нанесен рельеф местности изображения на поверхности плиты представляет собой карту в масштабе 1 к 1 к 1 и 1 десятый километра вот такой масштаб 1 к 1 и 1 десятый километра и представляете это объемная карта Уральского региона и там реки Белая Уфимка Сутолока и исследовали эту карту и там нашли невероятное по современным понятиям искусственное сооружение которое назначение непонятно современному науке а в 2007 году на следующий год будет 10 лет дата генеральный штаб России подтвердил что на камне объемная карта которая могла быть создана только с помощью космической съемки и эта задача у нас еще по картографированию поверхности планеты из космоса предстоит еще только видите Соединенные Штаты мы да и Китай только лишь там располагает достаточно слабенькими средствами чтобы эту задачу решать но самое интересное что вот исследовали эту карту она из доломита состоит да и он подвергся не только механической обработке это Чувыров исследовал в лаборатории у себя и показал что материалом поверхности для рельефа является нано-кристаллический диапсид который нанесен на плиту совершенно неизвестным современной науке способом это я вам уже подтверждаю как специалист в области микроэлектроники я в этом что-то понимаю потому что я 40 лет занимался разработкой изделий полуподниковой микроэлектроники так вот ведь эта плита имеет размеры каменная карта имеет большущие размеры понимаете я вам простой пример приведу что современная микроэлектроника и нанотехнология оперируют могут создавать кристаллы на пластине а диаметр ее 30 сантиметров и это все закрыто в специальных условиях там для проведения технологических процессов технику не будут удаляться потому что чтобы не пудрить мозги людям то есть неизвестным способом там этот слой нанесен диапсид есть такое в микроэлектронике говорят напылен термин и еще потом нанесен слой фарфора тоже и если в современной микроэлектронике это там толщины составляют значит анстремы и нанометры понимаете то там толщина до 1 сантиметра из современных технологий таких не существует то есть с точки зрения современных технологий которые у нас разработаны на планете в современной микроэлектронике только лишь начата разработка технология лазерного напыления наноструктур это я вам как специалист говорю тонких пленок так называемых на поверхность крупноговоритных изделий вот это вот покрытие делают больших изделий с помощью лазера но там толщина этих тонких пленок для сравнения значительно меньше человеческой толщины человеческого волоса вот о чем речь идет в современной микроэлектронике на планете Земля сейчас а там я же говорю слой 1 сантиметр то есть о технологии напыления из не металлов да еще толщиной больше сантиметра как на этой объемной каменной карте как говорится вопрос технологии близко не стоит и еще удивляет вот меня что какой вывод ученые сделали по этой рельефной карте то есть они сколько ее возраста определяли датировку вот доломит он сам получил название свое в честь открывателя французского минералога доломье поэтому и доломит называется фамилия его но еще не имея определенного названия он давным-давно столетиями используется например в строительстве разных сооружений а вот на Руси из него возведено очень много церквей но почему-то ведь никто не делает вывод что церкви были построены в эпоху динозавров а вот ученые там определили возраст там сотни миллионов лет поэтому с этой их лойки пойти на кладбище и там все умерли миллионы лет назад поскольку там все из мрамора сделано ну еще там нашли как заявлял Чувыров надписи на этой карте в виде иероглифа начали проверять поехали к китайцам китайцы отказались это не наши иероглифы а оказалось эти надписи сделаны славянно-арийскими иеронами и сразу замолчали и вот на одной встреч Николай Левашов как раз демонстрировал осколок этой объемной карты весом ну не знаю килограмм 10 точно наверное как он говорил вот на рисунке 25-1 вот как раз этот кусочек в его руках и видите там рельеф как раз он показывает так вот на этой рельефной карте кроме он проанализировал эту карту Левашов и пишет что на этой рельефной карте кроме природного рельефа отображены гидротехнические сооружения и это же ученые тоже исследовали понимаете система каналов общей протяженностью 12 тысяч километров кроме того дамбы плотины и не просто вот каналы и дамбы а недостижимые для современной цивилизации сооружения вот две системы каналов там по 500 метров шириной 12 плотин шириной по 300-500 метров и длиной до 10 километров а глубина 3 километра каждой то есть это таких это просто у нас ни техники ни возможности не существует чтобы такие делать сооружения и еще значит там обнаружены самые настоящие посадочные площадки космодромов а размеры потрясающие вот одна из площадок например космодрома который кстати говорится в сказе о Ясном Соколе который в ведах у нас опять же читайте веды написано там площадь этой площадочки всего-навсего в кавычках 27 440 с лишним квадратных километров то есть вот на этой площади спокойно помещается Уфа город Благовещенск Стерлитамак Салават и еще куча мелких городков и поселков вот теперь представьте себе какого размера звездные корабли приземлялись на них то есть у наших предков были межгалактические корабли которые были назывались большими вайтмарами и которые могли нести в себе до 144 вайтман а чтобы вот такие огромные корабли могли приземлиться вот такие гигантские площадки были нужны и на этой карте таких на этой рельефной карте таких площадок указано несколько у них там форма и прямоугольная и ромбовидная и треугольная то есть форма площадок видимо особенностью рельефа был природного то есть наши предки они с экологией с природой жили гармонично и вот если вы увидите посмотрите старинные сооружения мегалитические которые все чаще и чаще находят у нас на территории России в Сибири да то они все вписаны в рельеф так же как вот допустим пирамиды в Боснии которые нашел Осмонар то есть это о чем говорить что форма площадок определялась особенностью рельефа и значит предназначением каждой площадки видимо разные корабли звездных прилетали разных цивилизаций и имели разные размеры принципы перемещения в пространстве об этом кстати говорится и в Ясном Соколе в сказе видите все запретили чтобы мы ничего не читали и вот этот артефакт который нашел Чувыров он не имеет себя равных в мире и он понимаете о нем все молчат тишина и вот РЕН-ТВ каких только артефактов не приводит показывает интереснейшие вещи ну про комментарии не будем говорить но об этом тишина полная табу так же как никто не кричит и не рекламирует про карты Великой Тартарии которые всем которыми всеми увешаны залы русского географического общества об этом тоже никто не кричит понимаете а эта карта оказывается хранится в кавычках в бытовке МГУ вместе со швабрами не знаю где она сейчас а зато весь интернет и ватиканский и иной как сейчас мы с вами говорили полон лживых оцифрованных артефактов якобы подтверждающих существование древней Греции и Римской империи и в свободном доступе пожалуйста читайте так вот русский ученый Левашов Николай проанализировал диалоги Платона это известный документ Тимей такой и славяно-арийские веды и показал что в этих двух совершенно не связанных между собой источниках содержится тождественная информация о гибели Атлантиды и при этом он показал что Платон не врет а указывает место погружения Атлантиды Антлани в морские пучины с Аргасовом море и вот если откройте рисунок 26 вот в конце в ноябре по-моему это видите это скриншот я сделал из канала Россия 24 написано Бермудском треугольнике передача короткая информация нашли затерянный город канадские ученые нашли затерянный город на дне океана в районе Бермудского треугольника там нашли огромные пирамиды кучу которые гораздо по форме такие же как значит в Америке и в Египте только гораздо больше какой вывод делают дальше ученые это построили ребята из Мексики несколько пару тысяч лет тому назад на дне морском находится и это октябрь 2012 года так вот Левашов в этом доказал проанализировав что в диалоге Тимеев говорится там устами Солона предками что предками древних эллинов были славяно-арийские племена племена антов которые покинули Великую Асию во время похолодания и об этом говорится в славяно-арийских ведах читайте дорогие друзья от того что вы прочитаете вы экстремистом не будете если они у вас есть это разрешено читайте и я здесь никакой агитационной деятельностью не занимаюсь читать можно сейчас все Майн Камп читают а в наших ведах никакой агрессии ничего нет запретили нагло без церемонии так же как и книги Левашова Россий в Крюхзеркалах там же он делает вывод что цивилизацию древней Греции создали потомки Слояна Ариев потомки Антов их называют Пелазги они смогли выжить после вот этой войны за мировое господство 13 тысяч лет назад которую развязали лидеры Антлани а эти древние эллины это уже поздние далекие потомки европейских Антов которые жили на землях Южной Европы после переселения в Великой Асии и они никуда эти Пелазги никуда не уходили и эллины никуда не уходили они же все говорят что раз эти исчезли ушли Пелазги и прочее они как жили так и жили и вот со слов жреца древнего Египта следует что так называемые эллины так же как и Пелазги жившие раньше эллинов на этих землях так же как и другие народы до Пелазгов они никогда не приходили и никуда не уходили как говорит о современной истории все они были эти народы и до Пелазгов и после них включая эллинов являются прямыми потомками европейских антов то есть все стало на свои места Пелазги это предки эллинов а нам говорят древние греки древние греки и вот вся исчезает несуразность исчезновения в никуда огромного союза племен Пелазгов с которым никак не могут разобраться ученые историки надо прочесть и проанализировать этот полторы тысячный или там тысячу с чем-то страничный документ который называется диалоги Платона то есть Левашов и доказал что славяно-арийские веды и диалоги Платона повествуют об одних и тех же событиях и они совершенно независимо друг от друга эти источники говорят о гибели высокоразвестной цивилизации Медгард Земли из-за планетарной катастрофы вызванной войной которую разведали вождей жрецы Антлани Атлантиды за мировое господство и после этого катастрофы после падения осколков Луны Фаты земная ось накоронилась на 23,5 градуса по отношению к плоскости Эклиптики произошла смена полисов вот мы фотографию видели как Антарктида в одну секунду там волны замерзли произошла сдвижка тектонических плит ожили старые вулканы появились новые огромные километровые волны цунами несколько раз обошли планету и это тоже зафиксировано и в Чили и везде и об этом пишут и все уничтожили на своем пути огромные города космодромы гидротехнические сооружения всю инфраструктуру цивилизации белой расы а сам остров Антлань ушел под воду то есть реализовался сценарий который современная наука называет ожидаемый результат термоядерной войны наступила ядерная зима что в ведах по этому поводу написано великая ночь окутает Мидгард землю и огонь небесный уничтожит многие края земли там где цвели прекрасные сады будут простираться великие пустыни вместо жизнь родящей суши будут шуметь моря а там где плескались волны морей появятся высокие горы покрытые вечными снегами и вот после этой цивилизации после этой катастрофы цивилизация после термоядерной войны была отброшена на уровень первобытного строя на большей части земного шара вот и говорят что там находят в пещерах люди живут а при этом рисуют такие великолепные рисунки дикие первобытные люди которые там охотятся на мамонта стрелы кидают а рисунки великолепных животных изображают во франции знаете есть пещеры а что мы сейчас видим в современное время высшее достижение современной науки это создание ракетно-ядерного и термоядерного оружия продолжается гонка вооружений гигантские финансовые ресурсы съедают и людские идет подготовка и уже во многих местах началась неафишированная война за природные ресурсы и что с нами Россию все хотят нас поделить ну как же мы же сидим на таком замечательном месте где у нас столько ресурсов отдайте все нам вы не достойны всего этого так же на западе смотрите что американцы сейчас вытворяют вот поэтому и запрещают научный труд Левашова России в зеркалах славяно-ритские веды потому что на основании этого славяно-ритских вед и в этой книге и сравнивая другие документы Тору там Ветхий Завет он показал и раскрыл паразитическую систему созданную на нашей планете и вот выводы изложенные в научном труде России в крествах они ставят большой огромный жирный крест на всех выводах современной истории философии мифологии которые признают именно за древними греками право называться фундаментом современной цивилизации вот на этом я бы хотел закончить спасибо хорошо замечательный доклад у нас получился прям так затаив дыхание слушал очень хорошо и теперь у нас остается еще одна часть когда надо хоть чуть-чуть уделить внимание вопросам сделай музыкальную помощь сделаем чуть-чуть попить водички хорошо тогда небольшой передых да небольшой передых тогда легкая музыка славянская типа колыбельный так она называется колыбельная на польском языке народная славянская радио для пытливых умов продолжение слушайте в следующей части музыкальную 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 Продолжение следует...